Сурский оборонительный рубеж – героическая веха истории, которой гордится Чувашия. Жительница Мурпосадского района Олимпиада Алексеева – лучший киберветеран России. Она посвятила своей работой исследованию объекта времен Великой Отечественной войны. Олимпиада Алексеева, в прошлом учитель физики и математики, а в душе историк, всегда с удовольствием участвовала в различных конкурсах и викторинах по истории родного края. Вот уже несколько лет она изучает все, что связано с сурским оборонительным рубежом. Олимпиада Васильевна помнит рассказы своих бабушек, участниц в строительстве оборонительных укреплений. Одной из ее последних творческих работ стала презентация «Моей бабушке-труженике тыла». Домашнее задание 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Я посвятила эту работу моим бабушкам по материнской линии и по отцовской линии. На территории нашего села Покровское проходит линия обороны, Сурско-Казанский оборонительный рубеж. Эти места мы еще в школьные годы изучали с помощью учителя истории Людмилы Ефимовны. Она нам показывала вот эти места, и это оставалось в моей памяти. Еще моя бабушка в 1941 году, будучи жительницей деревни Мало-Яндуганово, приходила сюда, минуя 15 километров расстояния, рыть окопы в наше село. В селе Покровское, где сейчас живет Олимпиада Алексеева, почти в каждой семье есть или были герои тыла, участники строительства сурского рубежа. Я хочу продолжить эту тему глубже. Хочу участвовать в следующем году еще в каких-то конкурсах. Хотела бы найти я карту вот этой линии, которая проходит через наше село. Около кладбища в нашем селе находятся две ямы, две глубинки, на которые можно посмотреть. Вот это остатки Казанско-Сурского оборонительного рубежа. Сурский оборонительный рубеж протянулся по территории Чувашии на 380 километров. Всего на работу было направлено 171450 человек, в основном женщины, старики и подростки. С ноября 1941 по январь 1942 в морозы до минус 40 градусов они вручную вынули около 5 миллионов кубометров грунта. После окончания строительных работ республика поддерживала рубежи обороны полной боевой готовности до конца 1943 года. Но это общеизвестные факты. А Олимпиада Алексеева надеется, что ей удастся узнать дополнительные важные и интересные подробности. Результаты исследований она разместит в сети, чтобы все желающие могли прочитать про подвиг наших земляков-тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика.